Бюджет крепчая. 2 миллиарда дополнительных средств от Харьяги направят на развитие региона. Почти половину на строительство жилья. В зависимости от индивидуального дохода в регионе изменены условия получения окружных доплат к пенсии. С главными событиями дня в студии Надежда Литкова. Бюджетная обеспеченность гарант развития в связи с ожидаемым поступлением налога на прибыль организации и доходов в виде прибыль на нефти по проекту Харьягинской СРП. Бюджет Ненецкого округа на 2017 год по доходам и расходам увеличен на 2 миллиарда 291 миллион рублей. Расчет произведен исходя из устойчивой цены за баррель нефти в размере 51,5 доллара и курса доллара 59,5 рублей. Дополнительные средства делают доходную часть бюджета текущего года более увесистой – 15,5 миллиардов рублей. По расходам – более 17,2 миллиарда. Дефицит казны опускается на две позиции – до 12%. Направление расходования бюджетных средств депутаты окружного парламента сегодня на сессии приняли сразу в двух чтениях. О развитии региона в цифрах расскажет Мария Владимирова. На фоне подросшей цены на нефть бюджет Ненецкого округа 2017 года стал выглядеть вполне оптимистично. Дополнительные доходы от Харягинского СРП позволят не только залатать дыры, но и динамично развиваться региону. Экономический рост будет обусловлен прежде всего за счет жилищного строительства и объектов социального назначения. Это стало возможно благодаря выделению департаменту строительства ИЖКХ более 1 миллиарда рублей. Одним из приоритетных направлений развития экономики остается строительство жилья. С целью выполнения майских указов президента увеличены бюджетные ассигнования на 952,7 миллиона рублей. Также включены дополнительные ассигнования на строительство социально значимых объектов, таких как детский сад на 220 мест по улице авиаторов и другие. Выделенные средства позволят уже в конце текущего года ввести в эксплуатацию 7 секций из 10 в жилом семиэтажном доме на улице авиаторов. Кроме того, увеличено ассигнование на строительство и содержание инфраструктурных объектов. Это автомобильные дороги общего пользования, регионального и межмуниципального значения. Это значит, что в текущем году продолжится реконструкция дороги по улице Октябрьской. Начнется строительство дороги между улицами Чернова и Рыбников. Частично будет реконструирована дорога Ленина-Рыбников. Также выделены деньги на строительство дороги на Ренмарк-Красное и на Факеле. Финансовую поддержку получили и авиаторы. В том числе 31 миллион на компенсацию выпадающих доходов нашим авиаперевозчикам как по межмуниципальным перевозкам на территории округа, так и межоригинальным направлением по специальным тарифам. Таким образом, наши пенсионеры и молодежь, пользующиеся проездом Архангельск-Наринмарк по льготным тарифам, это направление будет продолжено и дальше за счет средств окружного бюджета. Увеличено ассигнование и по департаменту природных ресурсов на 81 миллион рублей. Выделенные средства будут направлены на субсидии в молочном скотоводстве, субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства, на производство хлеба, на возмещение части затрат на электро- и теплоснабжение. Кроме того, установлено новое расходное обязательство по возмещению части затрат по доставке продовольственных товаров на острова Колгуев и Вайгач. Вслед за сектором экономики поддержку из окружной казны получит и блок «Социальный». Так, департамент образования, культуры и спорта дополнительно получит более 444 миллионов рублей. Благодаря выделенным средствам расходы ведомства станут выше уровня 2016 года на 5,4%. Вылили 167 миллионов средств для полного погашения крыльторской задолженности по образовательным учреждениям. Бюджетные ассигнования увеличены по субсидиям бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам, на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций для детей от 7 до 14 лет, на организацию обеспечения вывоза обучающихся детей в начале, в конце учебного года и на зимние каникулы, на предоставление денежной компенсации за наем жилых помещений сотрудникам образовательных учреждений, на оплату льготного проезда для работников образовательных организаций, на осуществление выплат по возмещению коммунальных услуг педагогическим работникам и работникам сферы культуры, работающим, проживающим в сельских, населенных, пунктах округа и другие. По департаменту здравоохранения бюджетные ассигнования увеличены более чем на 445 миллионов рублей. Таким образом, все меры социальной поддержки в 2017 году будут обеспечены на 100%. В том числе было выделено 16,5 миллионов рублей дополнительно на бесплатные путевки детям, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении по заключению врача. Выделено 32,5 миллиона рублей на компенсацию проезда жителей округа на лечение, на консультации в другие субъекты Российской Федерации, в лечебные учреждения. Эта услуга у нас сегодня очень востребована. 2 миллиона рублей выделено больным на ежемесячные выплаты больным с сахарным диабетом, онкобольным. И также дополнительные средства выделены людям старшего возраста на ежемесячные выплаты, пенсионерам, неработающим пенсионерам, которые имеют несовершеннолетних детей, приемным семьям, многодетным семьям, на зубопротезирование и так далее. Не остался в стороне и сектор малого бизнеса. На поддержку субъектов малого предпринимательства из казны региона дополнительно выделено 10 миллионов рублей. Таким образом, бюджетные назначения увеличены по 10 главным распорядителям бюджетных средств из 16 и по 23 госпрограммам Ненецкого округа из 30. Мария Владимирова, Ирина Цепитова, Антон Водряков, Вадим Носкин, Телеканал Север. Законодатели Ненецкого округа на сессии согласовали законопроект, который уточняет понятие «индивидуальный доход получателя мер социальной поддержки». Соответствующие поправки внесены губернаторам округа. Напомню, еще на мартовской сессии депутаты также приняли решение губернатора округа о том, что компенсационные социальные выплаты в размере 3100 рублей и 2708 рублей будут выплачиваться гражданам, чей индивидуальный доход не превышает трехкратный прожиточный минимум. Сегодня это 62 019 рублей. Согласно принятому закону, к индивидуальному доходу будет относиться заработная плата, пенсия, иные компенсационные и социальные выплаты, которые получает сам гражданин из бюджетов всех уровней, а также доходы от предпринимательской деятельности. Чтобы получить окружная доплата к пенсии в размере 2708 рублей и 3100 рублей, совокупный индивидуальный доход пенсионера не должен превышать трехкратной величины прожиточного минимума. Напомню, его величина в расчете на душу населения установлена в размере 20 673 рубля. Данная норма в отношении индивидуального дохода распространяется уже на граждан с 10 апреля, сам закон вступил в силу, для тех, кто будет вновь заявляться. Что же касается тех граждан, которые данную выплату получали, то им необходимо будет в срок до 1 июля пройти перерегистрацию. Перерегистрацию необходимо будет пройти, подав соответствующее заявление и пакет документов в МФЦ. Порядок прохождения перерегистрации уже принят администрации НАО. Неработающим пенсионерам необходимо только подать заявление в многофункциональный центр. Справки о пенсии или иных выплатах собирать не нужно. Для работающих пенсионеров, соответственно, нужна справка о доходах по месту работы. Кроме того, решено, что гражданам, достигшим 70-летнего возраста, не нужно проходить перерегистрацию. На них норма об индивидуальном доходе не распространяется. Ещё один законопроект, принятый на сессии, касается взносов на капитальный ремонт для граждан, достигших 70 и 80 лет. Напомню, ещё в прошлом году депутаты приняли решение об освобождении взносов на капремонт Для пенсионеров-собственников помещение старше 70 лет в размере 50% и для лиц старше 80 лет в стопроцентном объёме. Однако сам механизм был не очень удобным. Там такая система, что эти средства должны платиться, а потом компенсироваться. А вот людей мы не задействуем при этом. Они один раз этот платёж внесли и всё. Остальное время эти средства будут курсировать между управлением соцзащиты, они будут выполнять в качестве, наверное, агента, что ли, этих жителей, и фондом капитального ремонта. В общем, пенсионерам больше не придётся ходить на почту. Совершенно верно. Практически верно. Был вопрос, что лишний раз надо идти, платить. Сумма, в общем-то, не критичная, но вот лишний раз их тревожить абсолютно не хочется. Отмечу, что сегодня в Неницком округе проживают 646 пенсионеров старше 80-летнего возраста. Есть среди них и пенсионеры-долгожители – 55 человек, перешагнувших 90-летний рубеж. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Важно мнение каждого. Сенатор от Неницкого округа выбран путём опроса общественного мнения. Интересы жителей региона в Совете Федерации представит Валентина Сганич. Новые назначения депутаты окружного парламента согласовали кандидатуры трёх заместителей главы региона. Интересы жителей Неницкого округа в Совете Федерации представит Валентина Сганич. Соответствующее распоряжение губернатор Неницкого округа Игорь Кошин подписал сегодня. Представитель коренных малочисленных народов Севера от Ненецкого округа войдет в состав Верхней Палаты Российского парламента впервые. Принятию решения предшествовало проведение опроса общественного мнения, в котором приняло участие около 800 жителей округа. На вопрос, каким должен быть сенатор от Ненецкого округа, почти 75% опрошенных ответили, что представитель регионов Совета Федерации должен быть уроженцем Ненецкого округа, досконально знать специфику региона, чтобы служить голосом народа Севера. Несмотря на то, что финальное решение, как же, застается за мной, для меня, безусловно, крайне важно мнение людей. Поэтому я принял решение назначить на место сенатора от Ненецкого округа директора этнокультурного центра Валентину Сергеевну Сганич. Жду от нового сенатора обозначение отстаивания острых вопросов, касающихся жизни северян, коренных народов, традиционного хозяйствования. Валентина Сганич родилась в Наринмаре, закончив Архангельское культурно-просветительное училище и Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Прошла трудовой путь от методиста Агит-культбригады до директора этнокультурного центра. Вся трудовая деятельность нового сенатора связана с Ненецким округом. Депутаты окружного парламента сегодня на сессии согласовали кандидатуры трех заместителей главы региона. Таким образом, курированием вопросов в сфере гражданской обороны и государственного заказа управлением и распоряжением окружной государственной собственностью, земельными участками, а также вопросами в сфере ветеринарии займется Сергей Боенко. Замом по социальным вопросам стала Надежда Дедяева. А курированием вопросов взаимодействия администрации Ненецкого округа с федеральными органами исполнительной власти займется Сергей Качушкин. Кандидатов на должности заместителей представил глава региона Игорь Кошин. В соответствии с уставом Ненецкого округа, кандидаты на должность заместителя губернатора утверждаются депутатами окружного парламента. Народным избранникам их представляет непосредственно глава региона. Так, решение парламентского корпуса на вакантную должность заместителя губернатора по взаимодействию с федеральными органами власти, которую ранее занимал Сергей Сурков, назначил Сергей Качушкин. Он имеет три высших образования и большой опыт работы с федеральными органами государственной власти и органами исполнительной власти субъектов. Сергей Валерьевич, также от имени собрания депутатов вас поздравляем с решением опроса о согласовании на должность заместителя губернатора. Желаем сохранить тот темп, который сегодня взят администрации округа по привлечению средств федерального бюджета и привлечению инвестиций на территорию Дениско-автономного округа. Округ очень ждет инвестиций и федеральные деньги. Поздравляем вас! Следующий кандидат на должность заместителя губернатора Сергей Боенко. Он имеет два высших образования, опыт работы в области гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности, а также государственные службы. Должность подразумевает курирование вопросов в сфере гражданской обороны и государственного заказа, управление и распоряжение окружной государственной собственностью земельными участками, а также в сфере ветеринарии. Новичком на политической арене стала Надежда Дедяева. Ей предстоит курировать вопросы социального блока. Речь идет о департаментах образования, культуры и спорта, а также здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Вы новичок в органах государственной власти и в политике в целом, но у вас есть достаточный потенциал, достаточный опыт и знания для того, чтобы профессионально и со знанием дела решать все эти вопросы, которые будут стоять перед вами. Поэтому мы вас поздравляем и желаем как можно быстрее адаптироваться в новой должности. Как отметил глава региона Игорь Кошин, новый заместитель по социальным вопросам сможет привнести свежий взгляд в работу курируемых департаментам. Мария Владимирова, Антон Водряков, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Абсолютное исполнение указов В Ненецком округе полностью достигнуты целевые показатели по зарплатам врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с майскими указами президента. Ненецкий округ приблизился к абсолютному исполнению майских указов президента по зарплате медицинских работников. Полностью достигнуты целевые показатели по зарплатам врачей и среднего медицинского персонала. Такие данные были озвучены на итоговой коллегии сферы здравоохранения за 2016 год. Напомню, в майских указах президента прописано, такой процент от средней заработной платы по региону должны получать врачи, средний и младший медицинский персонал. По врачам за 2016 год в процентном отношении 180,7%. Целевой индикатор, который у нас определён в соответствии с майскими указами, в дорожной карте составляется 173%. По среднему медицинскому персоналу соотношение составляет 117,8%, целевой индикатор 100%. По младшему медицинскому персоналу 70,1%, целевой индикатор 70,5%. Как видим, на сегодняшний день, по предварительным данным, у нас только по младшему медицинскому персоналу на 0,4% не достигнут целевой показателей. Ещё раз говорю, что это исходя из средней заработной платы за индикатор 2016 года в объёме 62488 рублей. На сферу здравоохранения в 2016 году было направлено порядка 2 миллиардов 160 миллионов рублей, из них средства окружного бюджета 922 миллиона, остальные средства ОМС. В 2016 году в округе была проведена реорганизация медицинской сети. При этом количество функционирующих лечебных учреждений в целом по округу, в том числе и на селе, осталось в прежнем объёме. В 2017 году, вот уже на сегодняшний день, осуществляют свою деятельность 5 участковых больниц в сельской местности, как структурное подразделение Ниньской окружной больницы, 6 амбулаторий, 14 фельдшерско-акушерских пунктов, 14 здравпунктов. Все эти учреждения являются структурным подразделением или филиалами окружной больницы и центральной районной поликлиники. Что касается села, как было 39 учреждений, так 39 учреждений у нас в 2017 году и осталось. Обеспеченность врачебными кадрами в целом по региону составила 43,1% на 10 тысяч населения. Укомплектованность врачами составила 93,4% при коэффициенте совместительства 1,6. В 2016 году по программам специалитета в рамках целевого приёма в Северный государственный медицинский университет принято 8 абитуриентов. 4 на лечебное дело, 2 человека по специальности педиатрия и 2 по специальности стоматология. Кроме того, через год здравоохранение Ненецкого округа ждёт в регионе выпускников интернатуры и ординатуры по специальностям педиатрия, акушерства и гинекология и рентгенология, функциональная диагностика. Дети России 2017. Оперативно-профилактическая операция под таким названием проходит сейчас по всей стране, в том числе и в нашем регионе. По словам организаторов, основные цели операции – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и выявление фактов вовлечения подростков в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время основными видами наркотических средств, поступающих в округ, являются синтетические наркотики, так называемые спайсы. Также были в прошлом году изъяты из незаконного оборота и иные наркотические вещества – всего около 300 грамм. По данным окружного ОМВД, изменился портрет наркозависимых. В список таких лиц вошли женщины, а также несовершеннолетние подростки 17 лет. Территориально наш регион находится автономно, я считаю, по наркоситуации. То есть мы являемся не транзитным субъектом, то есть через нас не идут какие-то трафики, наркотических средств, а все наркотики, которые приходят здесь, они здесь и употребляются, назовем это так. Значит, основные, как имеются каналы, это, ну понятно, это речной, в летнее время могут быть, а зимой – это зимняя дорога. Значит, хотелось бы обратить внимание, что все они у нас перекрыты, мы стараемся вводить на стадии поступления сюда наркотиков и изымать, привлекать лиц к уголовной ответственности. Значит, помимо этого, хотелось бы отметить, что в 2016 году было зарегистрировано 52 наркопреступления. Жители Нинецкого округа могут сообщить всю информацию о потреблении несовершеннолетними наркотических и психотропных веществ, о местах возможного хранения приобретения наркотиков на территории Нинецкого округа, а также о других преступлениях и правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств по адресам и номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Такова информационная картина дня. Мы следим за развитием событий. Новости можно увидеть и на нашем сайте по адресу trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова